добрый день дорогие друзья сегодня я хочу продолжить показ керамических чайников то что у меня осталось ну и к ним в придачу графин тут по моим это называется вазочка стопочки так что как обещала можно сказать вторая часть ну керамики конечно у меня много ну чайники закончится ну вот на пьедестале уже стоит один чайник хочу с этого красавца начать красавец конечно как же керамический винтажный чайник этого красавца мне отдали мои любимые соседи юлечка года три наверно назад крышечка открывается здесь ну уже старенькая не отмывается не подумайте что это грязь мыло тщательно рисунок выдавленный подсолнух наверное или ромашка очень красивый чайник блестит прямо таки тем более для меня вообще все красивое я всегда всем восхищаюсь красота так я уже открывала клейма здесь конечно нет на керамике редкий случай когда бывает клеймо так ладно долго задерживать не буду здесь рассматривать нечего без клейма а то потом очень долго будет вот такая вазочка но я думаю что это ваза что это может быть ваза для цветов темно-коричневая что-то было тут немножко написано тоже винтажная ваза так как тоже мне и отдал по моему сестра двоюродная я уже теперь запуталась потому что столько и много не поддавали кажется она так что вот такая прелесть блестящая так и вот штучка маленький не знаю что это графинчик это или штофик маленький вот не могу сказать но я думаю наверное все таки графин так что знатоки ваш выход кто знает можете написать что это такое вот крышечка прекрасная так это что крышечка подходит клейма нет керамика есть керамика все блестит роспись конечно тот ручная этот графинчик или штофик мне когда-то отдал один дед лет наверное восемь тому назад но его уже в живых нет вот такая прелесть красота иначе не скажешь вот такой еще эти наверное уберем вот такой тоже или графин это что или кувшин не могу сказать тоже правильно назвать может кто знает правильный ответ кувшин это или графин и на графин похож и на кувшин похож так что может быть кому как видится вот крышечка немножечко казаться сколота была но это он наверное самый приклеил этот кувшин я тоже взяла у этого дедули он мне отдал у него просто так стояла говорит зачем они мне вот александр иваныч не их я дал вот такой красавец мне тоже очень нравится здесь тоже все ручное но на керамике по моему почти всегда ручное но вообще-то смотря наверно какая керамика вот такой красавчик кувшин или графин ну красота правда как вот всегда восхищаюсь как это все делали так вот эти вот стопочки или стаканчики я думала принадлежат этому графину оказывается нет посмотрела цвет не подходит абсолютно ну вот не знаю как их тоже назвать то ли стоп стоп очки то ли стаканчики маленькие их 4 штуки но я уже два решила показать вот такие тоже я думала принадлежат к тому маленькому графинчику оказывается тоже нет они видать самостоятельные может быть было ваза к ним или графин сказать не могу это тоже александр иванович мне отдал когда-то вот здесь даже написано клеймо 1s наверно первый сорт нас красным так а здесь интересно нет здесь клеймо нет ну вот такие стоп очки или рюмочки так пошли дальше ну это это уже кувшинчик маленький современный это была заготовка как всегда керамическая но художество это как вы догадались мои пыталась я точечную роспись делать но это мои первые работы я тогда абсолютно не умела только начинала вот на них училась вот такой кувшинчик там еще есть один но я не стала показывать что-то мне не понравилось здесь тоже рисунки конечно такие незамысловатые так можно сказать мазня моя первое ну а сам-то кувшинчик красивенький и форма красивая ну рисунок как я это называю абстракция раз непонятные рисунки так себе туда-сюда вот поэтому для меня это все абстракция сам кувшинчик конечно неплохой так вот еще один чайничек как вы догадались наверное поняли что он тоже современный потому что этот рисунок совершенно современный я его в интернете видела такой рисунок даже сама делала панно точно такое же подарила двоюродной сестре другой не этой а другой вот здесь вот смотрю кракелюр что ли как все называют сеточка ну наверно кракелюр но этому чайнику ну от силы наверно лет десять двенадцать наверно этот чайник не отдала двоюродная сестра о которой я все время говорю ну вообще миленький чайник но слегка раненые как всегда вот здесь чуть-чуть и здесь я чуть-чуть закрасила подлечила его немножечко чтоб красивее смотрелся ну а так приличненький чайник чем же он не хорош форма красивая ручка интересная пузатенький тут следы какие-то что ли кошачьи следы наверно ну конечно кошечка с котиком сидят на солнышко смотрят любуются солнышком конечно это кошачьи следы как я сразу то не подумала да я вообще-то и не обращала то внимание я же говорю как начинаю снимать тогда только обращаю внимание вот такой чайничек так ну а вот эти вообще конечно решила тоже показать ну конечно это детский чайник мини чайник малыш полный из детского набора но он же красивый в горошек тем более керамический что же его не показать то вот он малышок красавец дюймовочка можно сказать чем же он не красавец конечно и вот к этому чайнику прилагается такой молочник тоже прелесть керамика все равно красиво вот и вот такая чашечка есть еще блюдце но но совсем раненая расколотой приклеенной но не стала показывать какие прелести просто красота разве это не красота красота и милота нет отсюда наверное надо брать ну и вот последние еще мне очень много есть что показать но много не буду вот последние чайники ну вот посмотрите на них два брата-близнеца абсолютно одинаковые абсолютно это чайник мне когда-то лет так пять тому назад наверно соседи снова мои любимые отдали вот он какой красавчик каким выдавленным рисуночком весь блестит красота просто а этот чайник 2 принесла недавно боя 5 наташи которая здесь живет при принесла не только в раненом виде а убитом прямо таки но обычно у меня такие находки мои всегда без осколков просто сколы все и больше нет ничего лечить нечем абсолютно я же их или где-нибудь подберу найду в лесу где-нибудь у нас свойство людей такое куда попало все выкидывать много посуд которые разбиты у меня с ранениями но я их еще правда такие не показывала в основном я их подбирала где-нибудь там но этот чайник она принесла и с осколочками принесла запчастями можно сказать вот видите три штуки три осколочка но я конечно скептически отнеслась к этому думаю навряд ли я смогу что-то сделать такой грандиозный чайник такое ранение я еще никогда не склеивала такие незначительные разве что здесь три осколка думаю навряд ли я смогу сразу не принялась за работу на потом все таки как-то дождливый день думаю чем надо чем-то заняться и попробовала вы и запросто приклеила представляете запросто так быстро сама даже удивилась почти ничего не видно так чуть-чуть закрасить нечем так как такой краски подходящий я не нашла и быстро быстро приклеила и оказался целый чайник я так себе сказала ой я сумела я смогла помните фильм когда-то был польский великолепный фильм знахарь назывался и когда он сделал операцию своей дочери марыси как он сказал я сумел я смог также и я была удивлена себе что я смогла склеить этот чайник полностью убитый чайник полечила и теперь он почти такой же одинаковый но может быть как-нибудь и красочку подберу чуть-чуть и вообще не будет видно вот поэтому можно сказать два красавца близнеца издалека вообще не видно и вот так можно поставить и все красота можно вообще вот так поставить чем не чайник абсолютно красавец ну вот сегодня по моему уж правда коротковатый обзор более-менее уж постаралась быстрее быстрее говорить чтоб все длинное видео чтоб не было чтоб вам не надоедать ну все друзья спасибо вам большое за просмотр как всегда за ваши комментарии лайки за добрые слова кто пишет всего всего вам самого доброго а главное здоровья всем пока пока